Приняла я душ. Уже в душе расставили свои все уходовые средства. Я с собой брала гель для душа. Потом взяла с собой шампунь и бальзам. Бальзам для волос я перелила вот в такую вот мягкую упаковочку, органайзер такой. Продавался в Экспрессе. Очень удобно. Я брала розовый и голубой. Приняла душ и уже посушила волосы. Как я уже говорила, фен. Фен классный, сушит замечательно. Я не знала с собой взяла фен. Лицо у меня краснющее, распаренное. Сейчас немножечко подкрашусь и пойдем гулять. Сейчас я вам покажу, что у нас на улице. Вы посмотрите. Если камера не засветится, если все будет видно, вы посмотрите, какая красота. Наш балкон уже залит солнцем. Как красиво. Но мы, конечно же, выйдем на улицу с вами. Посмотрим, что у нас на улице. Дверь открываю. Шум, море, солнышко. Ой, я с собой очки не брала, а зря. Надо было бы очки взять. Посмотрите, какая прелесть. Море проснулось вместе с нами, то есть нас разбудило своим ласковым шумом. Так, что у нас? Бассейн закрыт. Он открывается в 6 вечера и работает до 10. Там вот есть часы. И они показывают время 10, допустим. Все. Выходить нужно из бассейна и джакузи. Время 6. Вчера даже пораньше все это было. Открыли и мы купались. Плавали. Ой, наплавала я с удовольствием, потому что не плавала только с лета. Люди уже гуляют, ходят. Приезжают очень много сейчас на праздники, вот на выходные, с семьями, с детишками. Гуляют с таким хорошим настроением. Ну и мы с вами погуляем, конечно же. Вам хорошего утра. Не помню, здоровалась или нет. Привет, привет. Привет с вами, конечно же, Светлана. И теплое солнце и ласковое море. По берегу моря ходят молодые люди, гуляют, дышат воздухом. Даже можно солнечные ванны принимать, потому что тепло-тепло, солнышко прям. Классно. Ну всё, одеваемся и идём гулять. Сейчас мы планируем пойти в город, но у нас планы – это парк южной культуры посмотреть, природу. Там собраны со всего мира деревья, кустарники. Естественно, вам покажем. Сижу сейчас на балконе. Даже не знаю, слышно ли меня, потому что очень море шумное. Волны прям. Так, ну, конечно, меня одного здесь не могут оставить. Естественно, разве уединишься? Я-то надеялся, что она сейчас причепуривается, мазюкается. Нет, всё-таки она за мной наблюдает. А вот море. Я надеюсь, вы его слышите. Приятно сидеть здесь на балконе. Мы уже пили здесь кофе. Единственное, не освещается. Балкон здесь темно. Но если только от комнаты. Вот. Товарищ вышел послушать, о чём тут мы с вами беседуем. Я просто хочу сказать, что ты же не один здесь сидишь, слушаешь. Нежный прибой такой. Ты же с девочками, с мальчиками. Представляешь, все с тобой сидят и слушают. Вид у нас здесь замечательный. Да, девчонки, классный. Другая сторона отеля смотрит на соседний отель. Тоже фламинго, но это старый корпус. Вот лучше, если есть возможность, конечно, брать на эту сторону. На восточную. Здесь солнышко встаёт. Утром здесь солнечная сторона. Но мы ещё расскажем небольшие нюансы. Как заказать, как сделать так, чтобы дали тот или иной номер. Есть небольшие хитрости. Мы вам расскажем обязательно в дальнейшем. И обязательно мы ещё снимем видео наше первое впечатление. Прошёл всего лишь один день, но впечатлений уже много. Ладно, извините, я вторглась в ваш отдых на пляже. Да, мы здесь релаксируем, сидя на балконе. Но, как всегда, в наш сон кто-нибудь да влезет. Ну что ж, ещё немножко полюбуйтесь морем. И мы с вами отправляемся в парк Южные культуры. Девочки, гуляем. Очень красиво всё. Да, кругом пальмы. Да. И нашли вот такую вот ягоду. Так, что хочу сказать. Это кустовое, колючее. Колючее. И вот такие ягодки. Даже боюсь, не помню. Судя по всему, несъедобные. Что, никто не ест? Да, потому что их очень много. Вот такие вот. Ну вот, прям вот видно. Изгородь такая. Ну посмотрите, какая красота. Я не знаю, что это. Может быть, кто-то знает. Особенно, кто живёт вот в южных таких широтах. Классно. Очень мне понравилось. Вот так вот изгородь сделать на даче. Да, совершенно. Так, а ещё пойдёмте, что покажем. Сейчас сумку заберу, скажу. Вот в Адлере вот такой вот ресторан. Есть грузинская кухня. Как ни проходим мы, что летом проходили, что вот сейчас весной. Здесь очень много посетителей. Я не знаю, что... Вечером гулянки. Но здесь постоянно. То здесь была свадьба. То здесь было просто гости. Много, много людей. В других кафе тоже много. Но здесь прям вот, значит, грузинская кухня славится. Грузия, привет вам! Посмотрите, какой они... Тачаночку спят. Да, арба какая-то прям. Красиво очень мне понравилось. Но вообще, каждая нация, она харизматична. И все народы пытаются сделать что-то отличие от других. Посмотрите, какие кувшины. Здорово, да? Ведь это, ну, сразу отличает грузинские кафе. На греческие похожи. Ну, да. Греки. Ну, цветочки здесь уже. Вон, прелесть какая. Лапусики такие. Вы посмотрите. У нас когда они еще будут? Ну, когда? Когда? В июне будут. А вот такую я хотела... Ну, елка, не елка. Я вот точно вам не скажу, как она называется. Но муж у меня забраковал. Сказал, что вот такую кривую не надо. Она как бы должна быть такой. Но муж сказал нет. Да, что-то есть, конечно, в этом. На даче такое нам не надо. Вот такая вот тоже вот. Ну, я не знаю, как правильно она называется. Девочки, вы меня обязательно поправите. Вот посмотрите. Такая вот она и кверху. У нее верхушка загнута. Но я бы хотела такую купить. Ну, естественно, у нас. Не абрикос цветет красным. Не знаю. Розовым цветом. Так, давайте пройдем. Пока день и никого нету. Потому что обычно народ, я говорю, здесь. И не походишь, не погуляешь, не посмотришь. Красота. Это, наверное, можжевельник такой раскидистый. Я осенью покупала и сажала. Вот посмотрим, что за зиму. Я его укрикавала с вами вместе. Прятала от снега. У нас же надо прятать от снега. Кстати, кто не знает, город Тверь. Всем привет. Так, что у нас еще? Здесь есть. Ну, вот пока что-то цветет. Не знаю, что цветет. Опять же, если Александр приблизит, и мы увидим, и вы увидите, расскажете. Потому что я в цветении. Я только понимаю, я под ягодкой. Будет ягода, я пойму. Да, что-то розовое цветет. А еще для любителей пальм. Выворачиваемся. И здесь у нас это как раз пальма цветет, и ягодки, и она размножается. Летом вот эти ягодки желтые падают, и вырастает пальма. Такой будет хорусый, классная такая стучка. Так, ну, пошли дальше гулять. И что это? Не знаю, похоже на вишню. Но пахнет. Аж глаза в кучу. Ой, да ну ничем не пахнет. Сейчас нюхала. Очень пахнет. Ну что, проходите. Очень. Ну, я вот прям так вот нос подставила. Прям мед. Ничего, я нюх потеряла, след не беру. Прям медом. Классно. Что это? Может, это абрикос? Девочки, кто знает? А вы не знаете, что это за дерево? Так, это, наверное, не вишня. Это скорее кролча. Ой, какая красота. Вкуснота. Она и косточка у нас. Девчонки, смотрите. Сказали алыча. Девочки, это все для вас. Это вам. Ну, возможно, даже и мальчикам. Красота. Девочки, вы же у меня садоводы, огородники должны знать. Скажите, пожалуйста, что это за цветочки? Ну, дерево. Вот оно, такое дерево. Обычное, ну, мне кажется, похоже на вишню. Может быть, и нет. Вы мне обязательно скажете. Обязательно. И посмотрите, какие здесь пихтовые деревья. Посмотрите, это просто лес. Высота, я не знаю, пятиэтажного дома, наверное, где-то так. И прямо идет стеной. И прямо идет стеной. Красота. Мне захотелось вам показать. Ну, здесь отель строится. А мы домой все нагулялись. Покажем, что купили. Возможно, вам это пригодится. И вы по приезду в Адлер тоже что-нибудь себе из этого купите. А возможно, даже и пока я здесь, закажете мне, я вам вышлю. Дело 25 минут. Сходим, купим и вышлем. Так, сейчас хотим пройти через фрегат. Только не знаем, мы здесь обычно летом ходили. Не знаю, сейчас закрыт у них или нет проход. Вот, вроде, проходит открыт. Да, ну, сейчас посмотрим. Пойдем. Так, сейчас пройдем. Здесь скользко. Опа. Да, открыто можно проходить. Да, все. Мы здесь сидели вечером, отдыхали. Смотрели футбол, по-моему, да, Лис? Ага, ну да, футбол. Легендарная позолоченная лента. Ой, лента, это лестница. Фонтан. Пальмы огроменные, пушистые. Вот есть пушистые пальмы, а есть такие обглоданные. Вы посмотрите, какая лестница красивая. Красота. Супер. И я вам уже, по-моему, в прошлый раз показывала хрустальные вот эти вот балясины. Вот поближе покажу. Прям вот хрусталь грязной. Красота. Ну и здесь идет позолото. Ну и, конечно же, море. У нас отель Фламинго на первой линии. Поэтому прям выходим и на море, и к своему отелю. А здесь шум моря. Сколько мы сегодня видели цветов. Это просто красота.